Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين, أما بعد. Затем, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, уважаемые братья, сестры, поздравляю вас этим благословенным месяцем, месяцем бараката, месяцем рождения нашего пророка Мухаммада, этот месяц для всех нас повод, чтобы исправляться, наставляться, следовать сунный посланник Аллаху, вспоминать его жизнь, подражать пророку, его действиях, его словах, во всем прекрасном, с чем он пришел. Последний раз, когда посланник Аллаху проводил прощальную проповедь на кафедре, на мимбаре, после которой он уже больше не поднялся на этот мимбар, потому что затем его настигла смертельная болезнь. Посланник Аллаху, саламу, находясь на мимбаре, обращаясь к мусульманам, сказал, «О, люди, место нашей встречи не на этом свете, место нашей встречи рядом с моим хаулом, рядом с моим источником, водоемом на том свете, после перехода моста Сырат в судный день. Мы встретимся все там», сказал посланник Аллаху, саламу, обращаясь к мусульманам. «О, люди!» сказал посланник Аллаху, саламу, «Я как будто бы сейчас, находясь на этом месте, вижу этот хаулф, этот бассейн, из которого выпьют счастливые люди». «О, люди!» сказал посланник Аллаху, саламу, «Заклинаю вас именем Аллаха, заклинаю вас именем Аллаха, упорствуйте в намазе». Посланник Аллаху, саламу, два-три раза повторил эти слова. «Заклинаю вас именем Аллаха, заклинаю вас именем Аллаха, упорствуйте в намазе». Обратите внимание, как посланник Аллаху, саламу, находясь в смертельной болезни, в смертельной агонии. Посланник, Аллаху Салям, попросил двоих асхабов помочь ему встать на намаз. Он опирался на их плечи, они тащили его, потому что он ходить не мог. Его ноги оставили следы на земле, на песке. И таким образом Посланник, Аллаху Салям, встал намаз. Он не смог стоя довершить намаз, он довершил намаз сидя. К концу жизни, еще к концу жизни, еще раз Посланник, Аллаху Салям, подчеркнул важность намаза, уважаемые братья. Поэтому не относитесь к намазу оплошно. Не давайте нашему поколению, нашим братьям, сестрам относиться к намазу беспечно. Пусть вовремя совершают намаз. С детских лет, с 7 лет обучайте, это наша обязанность обучать наших мальчиков, девочек с 7 лет, чтобы прививать любовь к исламу, к религии, к Аллаху, к пророку, салла Аллаху Салям. Наша с вами обязанность. Дальше Посланник, Аллаху Салям, в той же проповеди сказал, салла Аллаху Алейху Салям, да благословит Аллах его и да приветствует. Это последняя проповедь его была. Он сказал, о люди, о мужчины, о люди, обращайтесь с женщинами хорошо. Заклинаю вас именем Аллаха. Обращайтесь с женщинами хорошо. Повторил несколько раз Посланник Аллаху Салям эти слова. Дальше Посланник Аллаху Салям говорит, обращаясь к мусульманам. Поистине Всевышний Аллах дал своему рабу, одному из рабов, он не определил, он не сказал, что это ему дам выбор. Он в третьем лице объясняет. Поистине Всевышний Аллах дал выбор одному из своих рабов. Остаться на этом свете, либо отправиться к Аллаху. И этот раб предпочел отправиться к Аллаху. Тогда Абу Бакр, радия Аллаху Алейху, разрыдал. Он прервал речь Посланника Аллаху Салям, находясь в толпе, перебил его речь. Начал рыдать, плакать Абу Бакр, радия Аллаху Алейху, и крикнул. О, Посланник Аллаху Салям, пусть наши жены умрут, но пусть ты останешься жить. Пусть наши дети умрут, но ты останешься жить. Пусть все наше имущество погибнет, но ты останешься жить. Все мусульмане посмотрели на Абу Бакра с осуждением. Как он может прервать речь Посланника Аллаху Салям? Посланник Аллаху Салям понял, что люди не поняли его намеки, а Абу Бакр понял. Он успокоил мусульмане и сказал, о, мусульмане, успокойтесь, оставьте Абу Бакра в порядке. Все, кто делал мне и исламу добро, все получили сполна ответа еще на этом свете. Кроме Абу Бакра, Абу Бакру я не смог ответить на этом свете за все то добро, которое он сделал ради ислама. Я не смог ответить. И воздаяние всего этого, вознаграждение, благодарность за это, я доверил Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах сам рассчитался с Абу Бакром, потому что при жизни я не смог рассчитаться с Абу Бакром за все добрые его деяния. Оставьте Абу Бакра. Сказал посланник Аллаху, прежде чем спуститься с мембара, с кафедры, посланник Аллаху, сделал дуа. Он сказал, авакуму Аллах, пусть Аллах вас приютит, пусть Аллах вас поддержит, пусть Аллах вас сохранит. Дальше посланник Аллаху, говорит, о, люди, передайте салам тем мусульманам, которые меня не увидели и которые уверовали меня до конца судного дня, до судного дня. Надеемся, что этот салам дошел и до нас. Если мы от чистого сердца, мы, если следуем за посланником Аллаху, как он сказал, если мы следуем за ним, если мы его последователи, то этот салам дошел и до нас, уважаемые братья. Поэтому радость для нас, что салам, посланник Аллаху, салам, сквозь 14 веков, этот салам дошел до нас. Желаю всем нам мира, добра, благонравия, стойкости в своей вере, здоровья всем вам. Пусть Аллах примет этот маджлиз, сделать этот маджлиз причиной для упорного богослужения. Саламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуллах.